Что делать с ягодами, чтобы они сохранились на зиму как можно лучше? Об этом нам расскажет сегодня Валентина Леонидовна Боб, руководитель научно-производственного комбината Красноярского ГАУ. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, ягода! Ну это же прекрасно! Ягоды много не бывают, а бывают много иногда. Варенье, наверное, самый простой способ, да? Самый понятный всем? Варенье, на самом деле, сейчас, наверное, лучше говорить о замороженной ягоде. Настолько все просто, понятно и сохраняет все витамины. Вот как их сохранить? Давайте о заморозке поговорим. Начнем с того, что ягоды – это просто кладезь полезных веществ. Кроме витаминов есть и минеральные вещества, и различные биологически активные вещества, типа как пектин, который выводит соли тяжелых металлов, радионуклиды из нашего организма. Поэтому именно сейчас нам нужно здоровье свое на перспективу, так сказать, подзарядить. И для этого разные варианты, кто что любит. Это различные варенья, джемы, это ягода, которую можно замораживать вот в таких контейнерах. Ну, начнем по порядку. Давай. Если мы… вот, заморозить ягоды. Для этого нам нужны ягоды, мы их перебираем, чтобы без листиков, без хвостиков, как говорится, чтобы не поврежденные ягодки были. И кроме малины, все остальные ягоды мы должны помыть. Вода лишняя должна стечь. Берем контейнер, засыпаем в контейнер просто вот ягодка к ягодке и ставим в морозильную камеру. Если мы, например, любим, чтобы послаще было, то можно эту ягодку взбить блендером с сахарком, ну, по вкусу, кому сколько там нравится. И тогда в этот контейнер поместится больше полезного продукта, ну, с неким количеством сахара. При заморозке сохраняются все витамины практически. Витамин С разрушается от чего? От воздействия высоких температур, от кислорода и от света. Поэтому в контейнер, в морозилку, дверку закрыли, все условия для того, чтобы сохранить витамины. Если варить варенье, то при высоких температурах витамин С разрушается. Поэтому пятиминутки, но не более пяти минут, нужно ягоду варить. Некоторые любят, чтобы, например, вот из земляники варенье было такое поплотнее, тогда начинают выпаривать минут по 30, там, все кипит, бурлит. То есть остается только аромат и вкус, да? И клетчатка, да, больше ничего. Поэтому пять минут поварили, этого достаточно, и, соответственно... Какие полезные свойства остаются? Считают, если мы пять минут варим, то сохраняется 60% от исходного количества витаминов. Затем надо же как-то сохранить варенье, значит, в стеклянную посуду, и надо поставить в темное помещение. То есть у кого есть подвалы, значит, там, где нет доступа света. Ну а если вы храните где-нибудь в кладовочке, куда постоянно ходите, свет включаете, то я рекомендую чем-то, ну, прикрыть вот эти баночки для того, чтобы свет не попадал и не приводил к разрушению витаминов. Если мы... Передайте, пожалуйста, как раз вот варенье мы сейчас без света, который ставим. Если мы сварили все правильно, то это не значит, что мы должны сварить варенье на 10 лет вперед. Чем дольше мы храним, тем меньше витамина сохраняется. Вот сварили правильно 5 минут, 60% сохранилось. От витаминов год храним, 60% сохраняется от того, что мы положили в баночку. Антон-то подготовился, он еще и чай с собой взял из своей фирменной кружки. Он знал, что будет сейчас. Что это за варенье, кстати? Это красная смородина вместе с малиной, 50 на 50. Красная смородинка, мы же знаем, что внутри там семяночка очень крупная, и когда мы варим ее, ну, наверное, нас это не сильно радует, такое варенье. У малины тоже, это сборная костянка, и там семя внутри. Я буду, значит, ярко. Значит, этот способ, чем он отличается? Здесь косточек я не чувствую. Этот способ чем отличается? Берем 50%, ну, то есть напополам, малина и красная смородина. Без сахара, без всего, в кастрюлю, в тазик, нагрели, сок выделяется, закипело. Минут 5 варить, больше не надо. Затем через дуршлаг, через сито, сейчас масса на кухне у хозяйки разных возможностей, протираем через сито, какой-нибудь толкушкой такой. И вот эту вот массу, которая у нас получилась, снова на огонь, нагреваем до кипения, но не кипятим. И высыпаем туда сахар, и тщательно-тщательно размешиваем, ну, минут 5 на это надо потратить, пока полностью сахар у нас не растворится. Не кипятим второй раз. И тогда получается вот такое желе. То есть это джем, потому что протертая ягода, и вот как желе, без всяких дополнительных ингредиентов. Вы сказали про количество витаминов. Черная смородина славится как раз-таки витамином С своим. Сколько ее нам нужно? Вот посмотрите, здесь очень крупные ягоды, вот такого размера, по 3 грамма одна ягода, вы сказали. Ну, взвешивали вот на этих весах. Давайте проверим. У нас это сорт забава, он такого десертного вкуса. 4 ягода, 4, 5, 8, подождите. Нет, 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 отойдите. Не шевелимся. Немножко сбили, наверное, настройку. Ну, 6, 7. 3 грамма, это точно такая ягода. А, ну тут логичка попала. Ну, она увесистая. Да, и потребность витамини С для среднестатистического человека. У нас 7... 2 грамма. 2 грамма, да. Вот 70-100 миллиграмм в день мы должны употребить витамина С. Одну горсточку. Витамин С, он накапливается в организме, поэтому если мы сейчас каждый день едим-едим, мы потом на этом запасе можем до весны протянуть, как говорится. Вот. И это буквально, ну, 50 грамм ягод достаточно для взрослого человека. А среднестатистически это 70 килограмм. Ой, как полезно-то. А какие-то джемы, может быть, или... Вот он. Вот он. Ты попробуй, ты возьми вот ложечку, попробуй. Ты ахнешь. Так. Ахнешь, ахнешь. Можно ягодки еще и сушить. Но вот кто любит различные чаи, лекарственные там чаи, полезные, к травкам различным, можно ягодки, ягодки шиповника, ягодки смородины, малину, можно облепиху. Но при этом температура в духовке, если сушим, не должна превышать 60 градусов. А что потом с ней? Тоже компоты варить? Как из сухофруктов? Можно, как из сухофруктов, компот добавлять, а можно в чаи добавлять. А, ну да, кстати, чай-то ягодный, мы забыли про это. Валентина, давайте еще раз подытожим. Итак, первое, если мы собираемся делать варенье или джем, долго мы не кипятим. 5 минут максимум. Максимум 5 минут. Второе, заморозка. Кроме малины, все промываем водой и замораживаем в морозилке. Малину тоже замораживаем, только не моем перед этим. Так, главное ее не мыть, потому что она развалится вся, размякнет. И третий способ, это засушить ягоды. Если хотите, потом делать морсики и добавлять в чай. Спасибо вам большое. Это сказочно было сейчас. Очень вкусно вообще. А можно нам оставить? Да доешь уже, конечно. Нет, сейчас обратно в банк. Благодарим Валентину Леонидовну Боб. Это руководитель научно-производственного комбината Красноярского ГАУ. Вместе с ней сегодня разбирались, что нужно делать с ягодами, чтобы их правильно хранить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова